Музыка Снова всем привет! Как бы снимаем в один день, но решили разделить темы. Как бы проволока бывает разная на полуавтоматы. Основные параметры, то есть размеры, это бывает 0,8 и 0,6. Единичка, 1,2, это уже идёт в более производственных таких целях. У нас в гараже на автомобилях мы пользуемся 0,6 и 0,8. Вот в таких бобинах она 5-килограммовая. Проволока жёлтого цвета. Многие говорят, что медная проволока. Нет, она не медная, она просто обмеднённая, чтобы сталь не ржавела в процессе, пока она не эксплуатируется. То есть, в зависимости от толщины проволоки, носик вот этот обмеднённый тоже должен у вас соответствовать проволоке. Вот здесь есть 0,6, 0,8, как видите, они и единичка. То есть, у них разные дырочки. То есть, эти тоже в продаже есть, они часто выгорают, то есть, желательно их менять. Когда он уже разбитый, аппарат уже хуже варит. Ну и, как я сказал, проволока бывает 0,6 и 0,8, да? В основном в гараже мы пользуемся этой проволокой. Если у вас напряжение ниже стандарта, то есть не 230-220 вольт, да? Допустим, 190, вот как у меня в гараже, то вам есть смысл взять проволоку 0,6. То есть, крупнее проволоку просто нет смысла брать. Аппарату будет легче с ней справляться, и сварной шов у вас будет красивее. И нервничать будете, естественно, меньше. Нержавейка проволока. Вот есть в маленьких бобинках, но её брать невыгодно. То есть, есть вот большие килограммовые, она тоже идёт 0,8. То есть, нержавеющая проволочка тоже есть. То есть, не проблема, здесь чудо-магазин, как в Греции у Саши. Всё есть. Любая мелочёвка. Даже, даже есть здесь алюминиевая проволока. Вот, как вы видите, сейчас. Ну, вот, может, вот. Алюминиевая проволока. 2 килограмма она весит, но объём такой же. 1 миллиметр толщина её. Ну, какая для чего, я как бы не буду объяснять. Естественно, алюминиевая – это по алюминию, нержавеющая – это по нержавейке. Ну, алюминиевая проволока, как вы знаете, газ нужен уже аргон. Ещё вот такая мелочёвочка. Многие думают, что нигде не взять. Ну, это вот она под защитной плёночкой. Сейчас плёночка-то снимается. Стёклышки защитные для сварочной маски. Хамелеон тоже, как бы, это имеется. То есть, такая мелочёвка, которую, казалось бы, где взять, что придумать, да, когда стекло уже. Здесь всё это есть. И, конечно, вот, то, что народ больше ждал, да. Про порошковую проволоку хотелось поговорить. Сейчас, как бы, в наличии нету. Но порошковая проволока сама по себе, мало того, что она гораздо дороже обычной, да, проволоки стальной. Многие вот путают, говорят, вот, у меня есть аппарат такой, который варит без кислоты. То есть, да, без кислоты этой проволокой можно варить. Но я вам сразу скажу, опять же, я говорю, по своему личному опыту, так что в комментах, там, не знаю, можете писать, меня не надо упрекать. Всё равно меня не заставишь ей варить. То есть, если вы без проблем хотите заварить качественно шов, такой проволокой нельзя пользоваться. Да, у вас кончился вдруг газ, да. Но вам какие-то, там, пару прихваток надо сделать, вы можете воспользоваться ей. Но работать ей постоянно и продолжительное время я просто не советую. Мало того, что шов у неё некрасивый, у неё летят брызги. Да, она что-то там прихватит. Но шов ненадёжный, некрасивый. Во-вторых, вы перегреваете аппарат. Если у вас газом остывает носик, да, все вот эти дела, то здесь у вас аппарат не выстужается. То есть, вы носик накроете, да и вообще. Забудьте про эту порошковую проволоку. Не надо ей пользоваться. Это полное дерьмо. Я понял. На фазолин. Да, на фазолин. Короче, вот есть ещё такая штучка. То есть, ну, это у каждого должна быть. Но она бывает разная. В данном случае вот такой покажу. Это спрей. Брызгается он в носик, силикон. Вот так вот. Прям в носик брызгаете. Это предотвратит ваш аппарат от налипания окалин и забивания. Да, ещё вот такой вопрос по сварке. Говорят, почему у меня рукав бьёт на массу? Ну, тут просто, чё скажу, нужно следить за аппаратом. Особенно, когда вы варите потолочный шов. То есть, снизу там днище варите, да, или у вас наклоняется носик, получается, кверху. В сам аппарат попадают окалины. Сейчас покажу. Дай, Саш, носик. В носик попадают окалины. И вот если вот тут можно заметить, здесь идёт, он двойной. То есть, само место, где он крепится к пистолету, и идёт прокладочка. Она диэлектрическая прокладочка, да. То есть, а у вас получается, если сюда окалины попали, да, то есть, они уже попали между носиком и самим пистолетом. И получается, происходит замыкание. Да, аппарат варит, но если коснуться детали, то есть, замастировать, то аппарат перестаёт варить, гудеть, замыкать. То есть, чистите носик постоянно. Носик у вас всегда должен чиститься. Носик либо на резьбе, либо снимается. Снимается. Посмотрели, протули, отверточки протолкали. Но если вы будете с Рэем пользоваться, то он так сильно забиваться не будет. Но всё равно, сильной надежды на него не должно быть. Ну, а по регулировке аппарата, вот я дам ссылочку. Смотрите, пожалуйста, ссылочку, как регулировать аппарат. Это я уже рассказывал. Ну и, как бы, по проволоке сегодня всё. Всё. И поговорим. Следующая тема будет о компрессорах. Какой компрессор выбрать. Надеюсь, тема была интересной. Ставьте лайки. До новых встреч.